Уже понятно, что в России помимо страдальцев закрепилась каста, которая вот эти все побои, унижения людей воспринимает с наслаждением. Посмотри, какие в оранжереях путинизма выращены потрясающие экзотические фрукты. Например, там профессор Матвеев. Профессор Матвеев из института госслужбы рассказал, что никакого холокоста не было, что это была просто дезинфекция. Вот буквально такими словами, что это... Он это педагогам рассказывал на официальном мероприятии. До тех пор, пока он работал в своем заведении госслужбы, его взгляды никого не смущали, никого не удивляли. Но вот когда он нарвался на ораву, крашеных еще перекисью водородов, областных училок, у них вот то, что называется, в голове не сложилось, они настучали и все взялись за профессора Матвеева. А вот, кстати... Он, кстати, экономист, а не историк, что интересно. Ну, он, тем не менее, всюду пропагандирует именно свои исторические воззрения. И именно на этот период. А вот фрукт номер два, он еще сочнее, Оль, да, вот из теплицы Владимира Владимировича. Вот киевляне, они очень любят, они очень любят похихикать над своим Кличко и над тем удивительным Оливье из слов, которые он готовит в своей голове. Но Кличко добрый и вменяемый. А в Петербурге тоже есть свой Кличко, существенно превосходящий Виталия, по затеистости мысли, но только в отличие от него злобный. Это председатель законодательного собрания Макаров. Мастер какой-то немыслимой совершенно, тоже фантазийной, фантастической ахинеи. Там большая проблема и с речью, и с головой. То есть, вот Кличко по сравнению с ним Эйнштейн. Просто Эйнштейн. И на днях председатель ЗАГС, встретившись со студенчеством, потребовал начать выращивать у студенчества что? Как вы думаете? Даже боюсь и думать. Что? Нет, не то, Оля, не то, нет. Не то. Что в 21 веке председатель законодательного собрания Петербурга мог потребовать у студенчества немедленно вырастить? Патриотизм? Нет. Он потребовал официально вырастить, чтобы у них был выращен специальный, уникальный, генетический блокадный код. Вот все-таки приятно, что и в этом Питер первый, потому что это, конечно, глупость года. Возможно, эта глупость озвучивает планы власти на будущее города. Ему хочется, что называется, повторить, если в планах блокада... То есть голодом просто поморить или как? То есть, судя по всему, да. То есть, ну, для начала, конечно, Макарова надо найти своего Риббентропа и подписать с ним какой-нибудь акт, да? Если уж он встал на путь, который должен завершиться блокадой. Пакт Макарова-Риббентропа. Я могу ему посоветовать. Я знаю двух Риббентропов. Есть в Москве Катюшка Риббентроп. И в Харькове есть Аркадий Исаевич Риббентроп. Он, кстати говоря, доктор, что будет не лишним в этой ситуации. И вот с любым Риббентропом можно подписать пакт. Но в одном спикер Ленинградского, Петербургского законодательного собрания, конечно, абсолютно безупречно прав. Потому что если ему и его подобным дать волю, то блокада обязательно повторится. И это несомненно. То есть, в общем, пока часть страны упоемно рукоплещет избиением, откуда-то, смотри, ведь откуда-то же берутся психиатры, которые упорно не ставят галлопередол Гундяеву. Гундяев постоянно делает скандальные заявления о том, что существует какое-то высшее газообразное позвоночное, которое очень любит свечки и которое тащится от 100-рублевых бумажек. Тем не менее, его никто не трогает. А вот шамана, который говорит абсолютно то же самое в легком пересчете на особенности его национальной религии, опять засунули в психушку, опять связали, скрутили. Ну, хоть, наконец, определились с диагнозом. Диагноз не любит Путина. А у нас, говорят, уже карательная психиатрия закончилась, что у нас уже нельзя, кого попало. Почему шамана можно? Это было до гнева фараона, когда еще пытались создать какую-то иллюзию приличия и законности. Сейчас никто больше себя этим не утруждает и утруждать не будет. Кстати, вот я хотел еще напомнить, что если Макаров не найдет в Сибири Бендропа, он может найти Ротенберга. И у того типа Филиси... Джон Мщу за всех. Да, он уже приютил скандальный дворец. Ему выпало по жребию принять на себя, но, надеюсь, что назначали все-таки владельца и ответчика путем игры в подкидного, а не в бутылочку. Да, вот они все торжествуют... Ну, может, они спички тянули, но что вы, Александр Леонидович, только есть возможности. Ржут, они не понимают, что реактор террора взорвался, и они следующие. Что элементарные частицы с запотевшими забралами, которые вылетели из него, они будут поражать и косить в равной степени всех. И мы видим, что вот эти вот бредовые фантазии, вот этих вот выращенных фруктов в теплицах путинизма, они уже начинают сбываться, потому что уже там на гораздо более низком уровне некая Пионышева, который вообще советник, губернатор, тут же начинает вслух в эфире причитать о необходимости. Да, вот прямо лагерей. Да, прямо нужно вот туда направлять молодежь. И девок, и... Парни все-таки в армию, а девочек на принудительные работы на благо нашей Родины. Ну, или саповал же, это же оно. Да, да, то есть мы видим, что вот эти все мечты материализуются, но для огромной части... Ну, тут ко мне пришел вопрос тоже, что вот как это все отразится, как это все может повлиять на жизнь простых людей, мне задают идиотский вопрос. Это никак не может повлиять на жизнь простых людей, но и простые люди тоже никак не влияют на жизнь. Надо быть чуть-чуть посложнее, чем простым. И вообще этому можно было бы за долгие годы российской истории научиться. Но даже вот для тех, кто еще не определился, пока не предложены никаких объяснений происходящему. Ведь есть же, ну, глупые люди, умные не поверят в любые кремлевские объяснения, но и глупым тоже ничего не предлагают. Они в не меньшей тревоге. Они не понимают, зачем с такой лютой жестокостью, с таким откровенным садизмом избивать своего собственного избирателя. Зачем избивать уже после задержания? Зачем пытать, унижать, избивать, надругаться? Нет, прекрасно они понимают. Я все время читаю этих людей, которых вы определили как глупых. И они в каждый пост, в каждый комментарий набегают гурьбой и говорят, ну как же? Они же знали, на что шли. Как же? Они же нарушили закон. А если человек нарушил закон в их больном воображении, выйдя на улицу за хлебом, то ему можно ломать руки и возить его лицом по автозакупчику нет. Ну, понимаешь, это они в таких приватных беседах. А вообще, они ждут вдохновляющего объяснения и не получают его. При том, что корпус пропагандонов, он получил такое солидное подкрепление в лице Фили и Сени, но и от них никаких объяснений тоже не последовало. Вот традиционно визжит наш телепузик Соловьев. И, ну, понятно, что это просто звон кремлевских яиц, которые он транслирует, не более того. Но шевелит большими щеками Скобеева и такими же большими рифмами шевелит уже пришедший к ним на подмогу слепаков. Но вообще, надо сказать, что кое-кто ищет спасение из этой ситуации, Оля. И это есть. Кто же? Да. Вот Дума, например, она тоже ищет путь сейчас к сердцу народному. Да. Так у нас выборы? Нет. Тут, похоже, это еще все хуже обстоят дела. Они действительно ищут путь к сердцу народному. И, кстати говоря, скорее всего, найдет. Вот есть депутат Валуев. Вот долгую Думу думал боксер Николай, вот как вернуть Думе любовь народную. И причем очевидцы законотворческого акта сообщают из Нижней палаты парламента, что он так, в общем, напрягался, думая законодательную Думу, что соседи по палате пересаживались на пять рядов в стороны и делали веера из священной повестки дня. Но это все пустяки. Важен результат. Он придумал, как облегчить участь русского народа и вернуть его любовь и доверие к органам государственной власти. Он решил, и законодательно собираются это закрепить, что налог на доход от сдачи бутылок должен быть отменен. Причем он при этом, подняв большой палец, он сообщил, что нельзя недооценивать важность сдачи. Стеклотары. Но они таким образом показывают близость к народу, как они себе его представляют. Вообще все стараются. Вот есть такая Маргарита Симоньян, дама, а ее приближение обычно предупреждает сильный запах вареного бобра. Она тоже нашла великолепный выход из положения. Вот взять Донбасс, что в переводе означает втянуть Россию уже в абсолютно реальную, открытую, кровопролитную, сумасшедшую, огненную, в полном смысле этого слова войну, не гибридную. То есть просто затеять очень большую войну, которая позволит потихонечку аннулировать протестников, потому что война это минные поля. А там, где минные поля, там всегда можно устроить какие-нибудь шествия совершенно ненужных граждан.